Харьковчанин аргентинского происхождения Педро Андрес Саган свою родословную ведет от Петра Берона, герцога Курлянского. Так раньше называлась часть нынешней Латвии. Вспоминает о великом предке, узнал уже взрослым. В советское время родители боялись даже думать о знатности рода. Геральдика появилась, уже тогда было над чем работать. И тогда я уже с того момента начал работать над этим вопросом, восстанавливать. И плюс еще портреты, фотографии. Я говорю, даже не нужно делать генеалогической экспертизы. Гляну, два абсолютно одинаковых лица. Это мне достаточно. Титул герцога дал ему не только право на родовой герб, но и возможность собственный орден организовать. Точнее, воссоздать когда-то существовавший. Педро Андрес Саган выбрал Добжинский орден по названию города в Польше. Утверждает, что орден имеет прямое отношение к Украине. Дело в том, что Дорогачин и Добжин, это была ранняя территория Галыцко-Валыцкого княжества. То есть в данном случае можно совершенно очевидно сказать, заявить, что Добжинский орден напрямую имеет отношение к территории нынешней Украины. Орден был основан в 13 веке. В ту пору рыцарские ордена были палочкой-выручалочкой для католической церкви, говорят историки. С их помощью церковники боролись с внутренними и внешними врагами. Но не все рыцарские братства становились мощными организациями. Какие-то ордена угасали. Добжинский орден, как защита от язычников-пруссов, существовал меньше полувека. Количество членов Добжинского или Добжинского ордена насчитывало где-то примерно 35, около того рыцарей. Естественно, такое количество рыцарей не могли эффективно защищать земли от язычников. Папа Римский решил силы не распылять, своим указом присоединил Добжинский орден к тевтонцам. Многие члены Добжинского ордена не совсем были согласны с таким слиянием. Они приходили в другие ордена и в конце концов действительно погибли все в битве с монголами. Чтобы воссоздать орден, который 800 лет назад попросту исчез из страниц истории, герцог Саган обратился за поддержкой в католический костел. Герцог, великий магистр, он належит к этой родине. Он попросил, чтобы я это побогословил. И это было мое завдание. Завжди такое братство в церкви есть, можно сказать, с богословением какого-то владыка. Любой народ, он всегда пестал свою аристократию. Именно аристократия вела нации. Она создала современную цивилизацию. Аристократия создала. Чтобы в орден входили только дворяне, каждого кандидата в рыцаре тщательно проверяют. Изучают биографию происхождения. Человек без знатных предков стать рыцарем не может. В орден нельзя вступить просто так. Вот я пришел, захотел и вступил, как в комсомольскую организацию. Нет. У нас нужно иметь подтвержденный родовой герб. А вот вероисповедание значения не имеет. Хоть ордены католически, вступить в его ряды может и сторонник Попы Римского, и православный. В православной церкви говорят, истинно верующему человеку учение Христа следует отстаивать в молитве, а не с мечом в руке. Потому на Руси рыцарских орденов не было и быть не может. Мы молимся за веру власти Отечества и православное воинство. Вот поэтому как бы надобности в создании внешних каких-то орденов, несущих себе двойственные функции, не было ни в каноническом праве, ни в самосознании церкви. В начале недели в Добжинский орден приняли новых братьев. Рыцарские плащи надели трое харьковчан. Ребята, сына Святого Духа, посвящающего в Рыцаре Добжинского ордена против Рыцаря Христова. Анатолий Грудник военный. Говорит, в Братстве Рыцаря его привлекает твердость в защите чести и достоинства. Я многое прошел, я многое видел в этой жизни. А это торжественно, это чему-то обязывает. И я, как человек военный, я люблю отвечать за клятву. Устав Добжинского ордена братьев Рыцарей Христовых восстановили во всех деталях. В средневековых хрониках нашли и перевели описание формы, символики, ритуалов. Церемония посвящения точно такая, как в 13 веке. Новых братьев посвящают в Рыцаре особым мечом. Это абсолютная копия меча 13 века, романского меча. Он вес, длина, все полностью, ну, 100% копия. То есть он нечем, да, не только посвящен, воевали такими мечами. Воевать за веру Христову Добжинские братья не собираются. Хотят лишь популяризировать рыцарские идеалы и понятия о чести в современной Украине. Андрей Кравченко, Борис Бусевич, Алексей Калмык. Объектив неделя.